Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 13 марта, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Николая. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «любимец толпы». Небесным покровителем его является блаженный Николай Псковский, Салос, Христа ради юродивый. Аж в XVI веке жил этот святой на земле Псковской. Обитал он у церквей до храмов, беспрестанно молился, только не за себя, а за народ русский, за что был удостоен от Господа дара, чудотворения и пророчества. Псковичи величали его Микула Салос, что с греческого «блаженный». Юродивого еще при жизни почитали как святого, называя также Микула свят. В феврале 1570 года, после опустошительного похода с опричным войском на Новгород, царь Иоанн Грозный двинулся на Псков, подозревая измену и готовя ему участь Новгорода. Все жители Пскова вышли на улицы, и каждая семья стояла на коленях у ворот своего дома, вынеся хлеб и соль для встречи царя. На одной из улиц, навстречу царю, выбежал блаженный Николай верхом на палке, будто скача на коне, и закричал царю, «Иванушко, Иванушко, покушай хлеба соли, а не христианской крови». Царь приказал поймать юродивого, но тот стал невидим. Запретив убийство, Иван Грозный, однако, имел намерение разграбить город. Бесстрашный святой предстал перед правителем и ходатайством своим спас город от разгрома. Молитва и слово блаженного пробудили совесть царя. Испуганный сбывшимся пророчеством и облеченный в злодеяниях, грозный царь, приказав остановить грабеж, бежал из города. А спустя шесть лет душа праведного покинула его юродивое тело и отправилась восседать в компании ангелов. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Василия, Кассианна, Ивана и Яна, а также Арсения, Нестора, Марину и Киру. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела Вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит Вас Господь!